Даже после псевдореферендума настоящие патриоты Украины продолжали сопротивляться, иногда шли против приказов командования, просто потому что не могли поступить иначе. Роман Бочкала об этом. Россия! Крым! Весна! Россия! Крым! Весна! День референдума стал по сути точкой невозврата, перевалом и для перевального и для всех других украинских военных. Теперь уже они воспринимались в Крыму как незаконные вооруженные формирования. Многие воинские части спустили украинские флаги и вывесили российские. Те же, кто отказались, ждали штурма. Мы ждали штурма практически каждый день. Опасения были очень большие. Мы готовились к штурму. Были попытки прорыва в части сначала со стороны местной самообороны, или ополчения, как его называлось, под прикрытием. Женщин, опять же, россиян, которые были, стояли. Заложил все окна в казарме. Я заложил вход улиткой. Там один вход, второй вход. Вплюс до того, что повыкапывал траншеи. Я заготовил продукты. Ну, если бы начались бои, у меня стояла вода в батальоне. Два куба воды у меня стояла технической. Плюс у меня стояла вода в баклажках. Два куба. Денька три бы мы просидели точно. А тем временем большинство командиров уже писали рапорты об увольнении из украинских вооруженных сил. 21 числа я, лично я, пишу рапорты, про заявление на зло отбой на силу Украины. Я говорю, куда вы спешите? Вас еще никто не захватывает. Вас никто не это самое. Куда вы бежите вперед паровоза? Что это один офицер говорит? А вдруг паровоз уйдет спереди нас? Это же должностей. Это же как бы, блин, вот это вот. Когда вот это слышишь, думаешь, блин, люди, вы о чем? Командующий войсками береговой обороны Игорь Воронченко пытался отговаривать подчиненных. Нейтрализовать генерала решили физически. Выкликали на перемоги на контрольный припускный пункт. За мной был полковник российской армии. Чекали заступника командующего по единому военнослужащим округам. И когда вместо генерала-лейтенанта спецназ приехал, успел только выбросить телефоны и кинуться до КПП, там заслон, скрутили наручники, мешок на голову и вывезли в комендатуру города Севастополя. Мне предъявили, что я некорректно высказывался в адрес высшего политического руководства и военного руководства Российской Федерации и пагубно вплывал на решения командира военнослужащих частей. За четыре дня, пока Воронченко был в плену, россиянам удалось склонить на свою сторону еще нескольких командиров. Процесс вывода украинских войск и личного состава становился неизбежным. В 20-х числах марта потянулись первые колонны. Сначала вывозили семьи, потом технику. Ждем приезда на Украину. Обещают. Багато, но сделают новую. Все, мы на квартире не могли жить, хозяйка сказала выходить. Те, кто на территории части жил, так самым сообщили, покинуть территорию частью, все, больше сюда не заходить. Войска оккупантов совсем близко отсюда, поэтому здесь, на посту Ченгар, боевая готовность всегда повышенная. Вот вы видите противотанковый ров, а там дальше все заминировано. Могло ли все сложиться иначе? Где бы сейчас проходила граница, если бы украинские военные открывали огонь? Они не были готовы стрелять, они не были готовы. 70% военнослужащих, которые нас блокировали, это практически срочники от полугода до года. По большому счету из себя бойцов еще не представляли. Потому что они ходили там на коленники, в банданах, в очках, перчатки тактические, АК-100 там, ну, все круто. Это не значит, что он уже рейнджер. Как таковые, они не были готовы воевать. Крым, это же, блин, огромная территория, плюс со своим уникальным рельефом. Можно было закрыть там буквально несколько перевалов горных, и все, до свидания, уже по Крыму ты просто так не проедешь. Уверен до сих пор, что россиянам нужен был только первый выстрел. Только любая искра, и все это могло закончиться гораздо раньше. И непонятно, на каких, где оно могло закончиться. Генерал Воронченко соглашается. Россияне были готовы стрелять в ответ. Но добавляет, ситуацию можно было повернуть вспять. В конце февраля, когда еще не было никаких зеленых человечков, когда главари сепаратистов беспрепятственно катались, как на работу в Москву, и безнаказанно вывешивали российские флаги. Думаю, что у нас был шанс, но он был очень короткий час, буквально часа 8, потому что было принято решение, на мой взгляд, очень резкое и очень ответственное, что до штурма парламенту и недопуска депутата Верховной Ради Крыму до этого парламента. Сергей Староженко по-прежнему командует бригадой в Перевальном, только теперь она 126-я российского Черноморского флота. Остался и этот офицер, рвавший за Украину рубашку. Присяги никто не изменит. Мы сделаем то, что обязаны сделать. Раньше у меня постоянно подсознательно была мысль, что я, грубо говоря, придуриваюсь, исполняю, но как офицер я себя абсолютно не чувствовал. Но есть в этой истории и герои, известные и не очень. Мы не прощаемся, не с кем, чем через слезы нам за кем. Юрий Загребельный служил в той же 36-й бригаде. В ноябре он погиб под толоковкой в результате минометного обстрела. У него осталась жена и сын, которому всего несколько месяцев. Совесть наша чиста. Мы спокойно можем смотреть в глаза и своим детям, как говорится, и своим семьям. Поэтому ничуть не жалеем. Роман Бачкала, Василий Миновщиков, Ирина Дьяченко, Олег Ерофеев и Виктор Гром. Подробности недели телеканал Интер.